Недавно во время съемок у меня разбилась керамическая палитра. Очень жаль, что так случилось, но выбросить осколки я не могла. Ведь они такие красивые. И я решила сделать декор в стиле кинцуги. Развожу эпоксидный клей и склеиваю обломки. Кинцуги – это японское искусство реставрации керамических изделий, где в клей, которым склеивают осколки, добавляют металлический порошок. Кроме того, это целая философия, которая состоит в принятии недостатков и изъянов. В моем же случае это, конечно же, просто декоративная имитация. После того, как эпоксидка высохнет, беру универсальный клей для потали в тюбике и наношу его прямо по линии трещины. И с обратной стороны тоже. Даю клею высохнуть до прозрачности, где-то от часа до трех, в зависимости от толщины линии. Беру золотую трансферную поталь Джеронима, кладу на палитру блестящей стороной вверх и салфеткой аккуратно, но крепко прижимаю к клею. Линии, выдавленные из тюбика, объемные, поэтому надо хорошо прижимать пленку со всех сторон. Снимаю пленку и любуюсь результатом. Повторяю процесс с обратной стороны. Однако с художественной точки зрения мне не хватило динамики, поэтому рядом я решила добавить еще одну псевдотрещину и снова нанесла клей для потали. Трансферная поталь не окисляется, так что я ничем не закрываю ее сверху. Конечно, я уже не буду использовать этот листик клейера в качестве палитры, он превратился в изысканную подставку для упорошения. С вами была Удовина Наташа. Творить с удовольствием. До новых встреч!